Полный контакт с Владимиром Соловьёвым и Анной Шафран Вот давай предположим, Асада нет. Что произойдет дальше? Ну, во-первых, что значит Асада нет? Асада нет, но это значит, вот та Оловицкая община, да, сколько бы она ни было, 2,5-3,5 миллиона, да, там начнется, честно говоря, неразбериха, хаос. Результатом будет то, что основные центры, которые сейчас контролируют правительственные войска, в том числе Дамаск, в южном пригороде, которые идут боевые действия реальные, и, самое главное, провинции Латакии и Тартус, там, где живет абсолютно большинство Алавитов, а в Тартусе много еще христиан, они подвернутся резне. Будет резня, конкретная резня. То есть будет геноцид. Геноцид это, да, причем это будет речь не о убийствах не тысячи, десятков тысяч, а миллионов людей. Почему такое отношение к Алавитам? То есть они, то есть их уничтожат, потому что они поддерживают Асады или потому что они Алавиты? Их уничтожат, потому что те люди, которых воюют против правительства Сирии, считают, что во всех бедах Сирии виноваты Алавиты, что чересчур долго они находились в власти со времен Хафиза Асада, да, по сути, 70-го года, и считают, что вот за это время, значит, они там, ну, как бы, скажем, виноваты перед кем-то. Хотя я много раз был в Сирии, я скажу, уровень стабильности в Сирии было очень высоко. Мало того, практически все этно-религиозные общины, как мусульмане, так и христиане, чувствуют себя достаточно вольготно. Ну, в общем-то, сказать, чтобы какое-то было ограничение кого-то во что-то, я в это не верю, и этого просто не было. Ну, а насколько это реально, я приведу такой факт, когда в 12-м году первые боевые действия начались в Алеппо, и, значит, тогда была еще Сирийская свободная армия, и первым руководителем был, кстати, однофамилец Асад, тоже Асад, да, значит, и когда они вошли, ввели бои в центре Алеппо, то на помощь правительственным силам выступили, значит, при церквях, там есть, значит, свои, как волонтеры, там, такого типа, представители армянской общины. Тогда многие сказали, ну вот, алавиты, а на втором очереди армяне. Асад выступил, Асад, в смысле, руководителем Сирийской свободной армии был, да, первый, да, он сказал, не-не-не, ни в коем случае, армяне такие же граждане Сирии, как и все. Ну, с алавитами понятно, их точно уничтожено. Потому что даже вот в этом плане, самое что не есть, умеренное, а уж об остальных и речи нет, отсюда возник лозунг, значит, христиан в Ливан, алавитов в могилу. То есть, однозначно все подписывают, что их надо уничтожать, но уничтожая алавитов, они должны уничтожать. Исмаилитов, а это почти полмиллиона человек, Исмаилитов, Низавидов, Агахана IV, значит, я очень хорошо знаю эту общину, да, в том числе и руководителя, значит, потому что они максимально близки к алавитам, да, и, в общем-то, поддерживают алавитов, воюют в армии и так далее. Друзов, а это еще 800 с лишним тысяч человек, которые тоже максимально привязаны к этому, кстати, в Израиле живет почти 70, если не ошибаюсь, тысяч друзов, которые служат в израильской армии, там, генералы, полковники, так интересно, как они будут себя чувствовать в этой ситуации. Я думаю, они пойдут на помощь своим единоверцам, да, так всегда, значит, и христиане, христиан было до начала войны, а официально чуть больше двух миллионов, на самом деле, даже их было больше, да, из них половина, это представители антиохийской православной церкви, то есть той церкви, которая абсолютно идентична русской православной церкви и является матерью церкви по отношению к русской православной церкви, именно отсюда пришло христианство в таком виде, да. Ну вот, я считаю, да, миллионов пять-шесть набирается, которых будут или уничтожать, или убегут. То есть их надо принести в жертву? Надо принести в жертву, да. Ради абстрактной идеи уничтожения Асада. Причем, когда мы говорим, вот там, значит, Алавита, ну извините меня, вот министр обороны был во времена Хафа Саасада, в Сирии было очень много таких, значит, панно, где Хафа Саасада изображался своим министром обороны, класс такой, да, он сунит был, кстати, известнейший человек, очень известный человек, министром обороны, значит, относительно недавно был христианин, суниты тоже во многих властных структурах присутствуют, поэтому, ну, это значительно степень надуманная такая ситуация, которая пользуется американцами и активно воплощает региональные, значит, особенно старается Турция, которая сама сейчас оказалась в тяжелом положении в результате всего этого, и будет еще ухудшаться, я скажу, на этой ситуации. Саудовская Аравия, где на территории провинции Наджаран уже идет партизанская война, и часть центра Наджаран, Наджаран город, есть такой, аэропорт захвачен повстанцами, эсмаэлитами, кстати, да, то, правда, не незаритами, как в Сирии, не как Агахан, а это есть такие незаритами, эсмаэлиты-мусталиты, ну, это отдельная вещь, если, когда она меня пригласит, расскажет. Имеет отношение к Йемену, к вторжению в Йемен, это кокетливо намекает, что не надо было в Йемен лезть. Не надо было в Йемене, если, когда я как-то в этой студии, если я был директор, что я бы делал на месте хуститов, я сказал, ну, я бы не стал атаковать в лоб восточную провинцию, при всем том, что там шииты, 98%, значит, нефти, значит, и так далее, и так далее, по таким-таким причинам. Выгоднее взойти с северного Йемена, именно с той зоны, потому что в этой привычной зоне, с Наджаран, это горный район, кстати, прохладный район, горный, прекрасный. Там как раз живут на границе исмаэлиты, ну, в Йеменске исмаэлиты, а на той стороне, прекрасный район для проникновения, никаких проблем нет, там живут исмаэлиты, эмусталиты, значит, Саудовская Аравия, которых до относительно недавнего времени лидеров сажали, знаешь, по какой формулировке я как-то говорил, за колдовство и оккультные науки, то есть их преследовали всякие, там многие говорят, а что вы нас преследуете, когда-то вы нам обещаете, что мы будем молиться так, как мы хотим, а раз так, там есть племяное объединение Бануяма, они подняли восстание, образовали два фронта и контролируют уже значительную часть провинции Наджаран, а восточные провинции начались в беспорядке, вот тебе Турция, вот она Саудовская Аравия, то есть этот конфликт расширяется, господин Обама, значит, может быть, пора сдавать Артагана, чтобы, значит, кровопролития не было, облогично, если по отношению к себе, или, прости господи, руководство Саудовской Аравии. Слушай, а Лавицкое государство территориально будет с Израилем граничить, получается? Значит, оно не будет с Израилем. Ну, если теоретически. Нет, теоретически оно не будет с Израилем граничить, а вот ближко к Израилю будет, есть, вот мы в свое, да? Ну, если, да. Да, если будет, там же Джабаль Аль-Друз, это горная плата, где живут друзы 800 тысяч, оно относительно недалеко от Израиля, кстати. И почему я говорил, а в Израиле Друзы, это люди, которые образуются такими же правами, как и евреи. Ну, то есть, Друзы не настроены против государства Израиля и не являются представителями так называемой антисирийской оппозиции. Не, ну что ты, наоборот. Ну, в том плане, что в любом случае это будет относительно мирно у этой территории, у этой границы Израиля. Значит, там, на голландских высотах, вот там есть такие нюансы. На голландских высотах сейчас находится Джахвата Нусра, это господин Джулани, само имя, он выходит из этих высот, да? Ну, пока инцидентов нет, да? Это Аль-Каида, да? Она чуть в сторону туда, значит, уже к ливанской границе Израиля, там находится Хезбалла. Там находится Хезбалла, поэтому проблемы... Из Хезбалла, это иранские ребята, это очень своеобразные ребята, как-нибудь, может, я расскажу, что это такое, потому что мне приходилось наблюдать и изучать сей вопрос. Значит, а Джулани, ну, бог его знает, сегодня у него так, а послезавтра так. Аль-Джазира была у него интервью, кстати, я смотрел это интервью, а, значит, ну, Аль-Джазира, представляешь, берет представителя Каиды, там, значит, он хочет показать себя респектабельным человеком, который собирается строить нормальные отношения там. Да, внутри страны будет шариат, но в целом, да-да-да-да-да. То есть его сейчас как бы раскручивают, да, и это не просят генерал Петрович, бывший директор ЦРУ, бывший командующий вооружённый США, да-да-да-да-да-да, сказал, а почему бы на них не опереться для борьбы с исламским государством? Ну, это как раз он имел в виду господина Джулани и Джахат Ануса. Ну, там, правда, есть нюанс, потому что исламское государство и Аль-Каида сказали, что у них есть главный враг, и свои внутренние противоречия они преодолеют. Ну, не всё так просто. Если бы так было, то Аль-Джазира не давала слова Джулани. Нет, они сейчас пытаются, естественно, подогреть эго и как-то их рассорить, но вероятность маловато. Значит, они и так в плохих отношениях, потому что у исламского государства есть одна черта, очень схожа с нашими большевиками в известный период. Они не признают союзников. Да, всех конечно. Они все под нас, все под нас. Так как Джулани не хочет, то надержим враг, они вступают с ними в боестолкновение. Это и есть, как бы, такая проблема. Поэтому, ну, при этом то, что мы называем Алавитское государство, ну, оно было, которое в 30-х годах, да, по своей границе, где преобладали Алавиты, христиане, были и суниты, и были и смоэлиты, да. Ну, и при сохранении Дамаска, значит, и Хомса, то тогда они, кстати, как раз будут контролировать Латакию все. Всю Латакию, куда, почему и куда рвется вся эта оппозиция, чтобы прорваться в их тыловой район, да. Они будут контролировать Тартус, да, всю Мухавас, всю провинцию и город. И поэтому очень важно. Наша база будет находиться на, ну, центр военно-морского снабжения будет находиться на территории Лавицкого государства. Абсолютно. Мало того. В свое время сирийское руководство до начала гражданской войны предлагало нам в Алтайке разместить свою военно-воздушную базу. Насколько я понимаю, сейчас к этому может быть снова возврат, но это было бы тоже неплохо, да. И одновременно они предлагали когда-то разместить систему С-300, но чтобы мы свое разместили и покрывали, закрывали. Но если мы там будем стоять, то никакого исламского государства, никаких шансов не будет. Значит, это будет очень непросто, да, значит, я сейчас дам расклад по военным силам, да, но в принципе для нас это, в общем-то, мы это должны делать. Когда говорят, зачем нам Сирия, да я отвечаю, зачем нам Сирия, я много мог бы сказать, ВТС, то, да, все, нет. Сирия, это наш рубеж. Или мы, если не дай бог, вот у нас болтовня идет, болтовнов много, да, всяких, надо сдать Башраса. Я говорю, знать можно кого угодно, да, только сдавая его, мы сдаем себя. Наше влияние на ближайшее время будет равно нулю, во-первых. Наш авторитет в мире будет равен ниже нуля, и поэтому мы это не должны сделать, да. Ситуация там, конечно, непростая, да, там, потому что, ну, 30% контролирует территорию Хафа-Сасад, говорит Башраса, да, ну, скажем, правительственные силы, 15%, 12-15% контролируют сирийские курды, а остальное все это оппозиция разных окрасок, там, там, 2,5 тысячи отрядов зачастую между собой не общаются. Но 85% населения проживает на территории, которая контролирует Ассад. По довоенным меркам было так. Но, вот теперь интересный вопрос, значит, когда говорят, а что делать, да, я считаю, что нельзя уходить в оборону, это, в общем-то, было, насколько я понимаю, решение военного руководства Сирии, вот, как бы, отойти на определенные участки, отдав северные районы пустынные и полупустынные, которые поддержали представители Ирана, скажем так, да. На самом деле, сегодня очень важный вопрос, наиважнейший вопрос, возможность консолидации Дамаска и Камышлов, проще говоря, правительства Башраса и партии демоксистского единства сирийских курдов, которые очень успешно ведут боевые действия. И моя затея, которую я высказывал тут неоднократно, в том числе и в этой студии, заключается в следующем. Да, значит, что такое армия Башраса? На сегодняшний день 180 тысяч человек, да? Ну, до начала гражданской войны это было 360 тысяч, ну, понятно, да, десертирство и так далее. Но у них есть еще силы народной самообороны. Это 80 тысяч человек где-то ориентировочно, сейчас, может, даже побольше. Значит, это в основном аловиты, исмаэлиты, христиане, друзы и так далее. И другие, скажем, назовем так. А христиан, кстати, 20 тысяч. 20 тысяч. Я сейчас скажу, что нам делать, да, надо? Значит, 20 тысяч. Значит, партии демократического союза сирийских курдов до 45-50 тысяч. В общем, как воюют. Слушайте, они подходили до 70 километров к Храке, столице исламского государства. Воюют по-расте, без тяжелой техники, без ничего. Ну, то есть, стрелковое оружие, и все, надо отдать им должное, да. И идея, в общем-то, заключается в следующем. Я считаю, что для повышения авторитета всех участников в этих событиях, и особенно для повышения авторитета России, Россия могла бы скоперировать, значит, Дамас, Камышлы, то есть, сирийское правительство, да, значит, курдов, значит, курдов, и провести совместную операцию на направлении Раке. То есть, взятие столицы исламского государства, знаете, это, ну, прежде всего, что-то такое, да. Американцам этого не снилось. Они так Масулы подбирают, но ничего пока у них не получается, да. А этот получился. Почему? Значит, да, там приходится сирийской армией воевать и на других фронтах, с другими организациями, особенно в районе Алеппо, и не только, и в районе Дамаска, да, все. — Сирийская армия воюет с исламским государством? — Конечно, есть группа людей, в том числе в Российской Федерации, кстати говоря, которые распространяют ложную информацию о том, что якобы сирийская армия не воюет с исламским. Это абсолютно ложь, которая просто легко опровергается. Извините, получается, сирийская армия сама бросала Раку, сама пальмирует, это чего-то, стратегически достаточно интересные места. Нет, она, конечно, воюет, но она воюет одновременно и с другими повстанческими группами, да. И как это можно сделать? Ну, во-первых, сирийскому руководству, оказывая помощь военно-техническую, мы должны сказать, ребята, мы вам оказываем помощь, но теперь вы нас слушайте. Вы пообещаете сирийским курдам, что вы им дадите автономию. Партия демократическая единственная не выступает за независимость сирийского Курдистана, она выступает за автономию. Дайте автономию. То есть скажите, автономия, все, ребята, да, как бы мы готовы переговоры вести. Раз. Это было бы немаловажно. Второе. Оказывая, в обмен на это, на то, что мы показываем военно-техническую помощь, там, помогаем во многих вопросах, значит, мы должны договориться с ним о возможности оказания военно-технической помощи и сирийским курдам. Значит, потому что им не хватает вооружения. И советники, и инструктора должны быть не только в сирийской армии, но и в отрядах самообороны, значит, сирийского Курдистана, да, или же партия демократическая единственная. Это обязательно, потому что они прекрасно воюют, но они не подготовлены к ведению общевойсковых боев, к штурмам, взятию крупных населенных портов, опорных пунктов. Надо их подготовить там. Плоть до того, что мы можем наряду с сирийским офицерами, которые у нас учатся, чтобы у нас учились и командиры сирийских курдов. Военно-возах. Это немаловажно. И должен быть сделан кондиционный штаб. На это уйдет несколько месяцев, возможно, да, а затем начать наступление на Раку, которая должна быть поддержана авиацией. Авиации, в том числе, возможно, и штурмовые. А скажи мне, пожалуйста, а какую территорию Ирака контролирует правительство Ирака? Значит, ты имеешь в виду без Иракского Курдистана, потому что это тоже... Конечно. Ну, формально вот был когда-то платкая страна Ирака. Вот сколько сейчас контролируют? Меньше 50%. Причем тут же есть один нюанс. Вот, что касается в Ираке. Там есть, так сказать, спорные территории. Спорные территории между Ирбилем, то есть Иракским Курдистаном, и Багдадом, да? Эта спорная территория очень большая, да? Есть Конституция Ирака, согласно которой 140-й статье, кому это принадлежит, они должны провести на референдуме. И когда Масуд Барзани летал в Соединенные Штаты, он просил два вопроса у Обамы. Первое. Возможность привести референдум о независимости, ему отказали. И провести референдум по спорным территориям. Если эти спорные территории провести референдум, они отойдут к Иракскому Курдистану, да? И тогда 60% нефти, 40% газа и много чего еще другого будет не у Багдада, а у Ирбиля. Так, промежу прочим. За это идет война? За это, да. То есть, этого не хотят делать. Ну, а почему Израиль не вмешивается пока в том объеме, в котором мог бы? Все-таки, реально говоря, армия Израиля известна своей подготовкой. Израиль, на самом деле, очень активно работает в Иракскому Курдистане. Просто активнее не придумаешь. Они готовят пешмерга, они готовят ведущую спецслужбу Иракскому Курдистану. Они очень активно там работают. Они очень активно работают в экономике. Израиль на втором месте, как и не парадоксально после Турции, потому что по Турции это отдельный вопрос, в экономике Иракского Курдистана присутствует, да? Значит, основная работа ведется через местных, так называемых, курдистанских евреев, лох-луков. Их в Израиле больше ста тысяч. Многие всякие посты занимали в свое время. Они прекрасно знают, я сказал, что такое курдистанские евреи. Это ассирийцы, перешедшие на Курманжи, а потом, конечно, иудаизм стали курдистанскими евреями. Они активно там присутствуют. И многие иранцы, как и власти в Багдаде, зачастую неформальных разговоров называют Иракский Курдистан вторым Израилем. То есть, там позиции в Иракском Курдистане очень сильные. Просто сильные. А за счет чего вот выживает режим Асадоэкономический? Откуда деньги? Откуда экономика? Иран, по прошлому году, Иран оказал помощь разного вида до 6 миллиардов долларов, несмотря на санкции, что находился для, значит, для, вот, понятно, кого, для чего. Для иранской, я не знаю, сирийской армии, экономики и всего, что с этим связано. Вообще, иранцы ведут очень интересную политику там. Но смотри. Но иранцы, де-факто, противостоят саудитам и туркам. Иран ведет войну за свое имперское величие. Сирия в этом плане занимает наиважнейшее место. Рахбар, духовный лидер Ирана, Аэтала Хамени как-то сказал, что... Хамени, извини, я говорил с ним. Он сказал, что для нас Сирия важнее Хузистана. Лучше потерять Хузистан, чем потерять Сирию. Хузистан — это провинция, населенная арабами в Иране. То есть, понимаете, что это такое? Потому что потеря Сирии — это полный, скажем так, обвал вот этой политики, которую они даже в условиях санкций выстраивали. Поэтому, кстати, американцам тоже очень важно. Вот пряник вам дали, пожуйте, да, пожуйте, вот вам снятие санкций. А вот нам дубинкам Сирию-то мы вас отберем, понимаешь? Тут вот это надо тоже учитывать. У нас, мне кажется, многие просто это не учат. А поэтому мы это у нас отберем. А поэтому отдайте Башра Азада. А как Башра Азада отдать? Башра Азада — это алавитская община. Алавиты с 1973 года, согласно фетум ряда выдающихся богословов Ирака и Ирана, и в том числе имамам Хумини, признаны мусульманами-шиитами. До 1973 года таковыми не были. Представляете, сколько понадобилось Хаффер Азаду возможностей, надо было убедить свою общину алавитскую, что, ребята, вы теперь мусульмане. Как мусульмане-то? Я не понял. Вино-то что нельзя, пить Антония, все нельзя. Да нет, можно, но только так. Никому не говори. Поаккуратнее, да. Можно, но тихо. Причем это же разные направления. Есть солнечные алавиты, есть лунные алавиты, есть поздние звезды, ранние звезды, есть алавиты тьмы, алавиты свет. Там разные шейхи, их надо было сказать, вы... Аркадьевич. Это гений вообще-то. А потом поехать, имам, как бы, в Иракском и Иранском. Ребят, давайте объявить, что мы мусульмане. Понимаешь, что ты сейчас делал с народом? Сейчас большая часть наших слушателей кинется смотреть, не алавиты ли света, а не случайно. А те светы, которые алавиты могут продолжить слушать Семен Аркадьевич, как и алавиты тьмы, полутьмы, месяца, полумесяца и трех восходящих звезд, сразу после новостей. Доброе утро, друзья, Семен Аркадьевич Багдасаров с нами, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Что нам, границы все закрывать? Так, собственно, мы-то как-то резко границы перешли. Что делать? У нас первая половина часа обычно, кто виноват, а вторая, что делать? А, значит, давай мы это самое. По поводу границ, значит, да, беженцы, все это отдельная тема, совершенно отдельная. Границу с Сирией, мы твою просьбу закрыли. Да, спасибо. Мы ее вообще отменили, между Россией и Сирией вообще нет границы. Да, а вот есть и граница, значит, Турции с Арменией, которая охраняет погранвойска Российской Федерации, так, промежепрочем, да, там тоже на этой границе складывается очень тяжелая ситуация. Это недавно, буквально 2-3 дня назад, лидер демократической партии народов, хотел бы напомнить, что эта партия заняла четвертое место на выборах парламентских, сейчас новые выборы, да, 1 ноября, то есть это такая серьезная партия, как называют ее прокурдская. Салахирин Демерташ сказал, что Турция начала с гражданской войны. Там действительно началась гражданская война. Потому что принцип есть, не поджигать дом соседа, твой загорится, и он загорелся, да. Каждый день мы слышим боевые действия. Погибает 20, 19, 16 полицейских военнослужащих турецкой армии. И одно из боевых в своем умовении недавно было в Агры. Агры, это предгорь Арарата, последствия на границе с Арменией, кстати, имеет абсолютно мистическую историческую роль для курдов. Там было восстание шейха Саида в 1925 году, после чего все население Курска, значительное часть населения Курска, участвовало в восстании, было вырезано. Это жесточайшим образом, сейчас, кстати, в интернете они выкладывают эти фотографии, да. И там, если не срываясь, 16 человек полицейских погибло и военнослужащих турецкой армии. Это ведет на границе с Арменией, которой, к сожалению, наши пограничники. А что такое сама логика антиповстанческой войны? Сегодня они атакуют боевые формирования, но повстанческая война, партизанская, без поддержки местных населений невозможна. Значит, завтра будет зачистка, этническая зачистка в этом районе от местных населений. Куда население побежит? Она не побежит в Германию за социальными благами, она побежит там, куда можно спастись. Она побежит в сторону Армении. Такая же граница есть Азербайджан-Турецкая, в районе Нахидживана. Там тоже все неспокойно. Поэтому вот тут, вот тут очень такое тревожное, прям, скажем, звоночки, они как бы имеют место быть. Но мы видим, что ни один день не проходит без боестолкновения. Что будет после 1 ноября? Лишь можно предположить. Два момента есть наиважнейших. Во-первых, турецкая армия оказала силовые структуры Турции не те, которые не были там до Эртагана. Он их мало что сократил в два раза, меньше 500 тысяч сделал, да? Он даже не повыгонял, он посадил и репрессировал многих своих генералов и офицеров опытных. Сели в тюрьму по надуманным, зачастую страну, ненадуманным. В интернете был выложен, как генеральный начальник, что башбук плачет и говорит, меня обвиняют, я старый офицер, старый солдат. То, который... Потом его, правда, освободили, относительно недавно, да? Значит, и лучшие кадры были репрессированы. Они сейчас показывают, что они не в состоянии вести эффективные боевые действия. А рабочая партия Курдистана, точнее, ее боевое крыло, армия, она называлась Армией Освободения Народов Курдистана, сейчас называется Народные Силы Самообороны, которую команда Мурат Карейлан, я, видите, очень аккуратно окончание вывожу, потому что турецкая пресса иначе его фамилия называет. Не будем говорить. Что, неприлично как-то? Очень прилично, но они говорят, ха, видите, он не Курд, он вот этот. На Курдус это же не действует. Не действует, что он говорит, Салахрин Демерташ не Курд, а Заза. Они говорят, какая разница, все равно Курд. Не действует, все, там уже пошла, как говорится, большая война. Так вот, они наоборот, Курды, получили отличную боевую выучку, потому что партия демократического единства в сирийском Курдистане, это аффилированная с рабочей партией Курдистан организация. И они там имеют реальные боевые действия против исламского государства. Мало того, взяли под контроль без малого половины сирийско-турецкой границы, в 400 километров, и контролируют ее. Мало того, именно боевые отряды рабочей партии Курдистана показали высочайшую боевую способность во время боев с исламским государством в районе Синджара. И там умудрились создать, на территории Сирии подготовили, туда перебросили, два фронта, два военно-политических организации, состоящие из езидов. Общее число 3000 человек. Вот я не просто так перечисляю, да. В общем, они столкнулись с тем, что давно не было, скажем, мощь этой структуры растет. И если они получат дополнительную внешнюю помощь, это будет, война в Сирии покажется, ну, скажем так, не совсем плохой, что ли. Я не знаю, как правильно. Это правда, будет страшно так, что ли. Потому что почти 80 миллионов населения Турция. И вот это все рванет. Значит, это все рванет. А сейчас произошло очень интересное событие. В Кандиле, напомню, Кандиле, это недалеко от турецкой границы на территории Ирака, горный массив, находится штаб-квартира рабочей партии Курдистана, и где находится командование Народных сил самобороны. Знаете, кто посетил? Министр внутренних дел Ирана. Спрашивается, где Иран? Где Иран? Он не просто посетил тайно и там что-то пообещал. Нет, он сделал уникальную вещь. Восточная политика, да? Он сфотографировался со всеми крупными полевыми командирами РПК и разместил в интернете. Как он с ними общается, обнимается и так далее. На восточном языке это значит погрозить пальчиком туркам. Будетесь чересчур давить Сирией, мы можем этим ребятам дать вооружение и все прочее. И тогда у вас начнется кошмар. Настоящая проблема. Настоящая проблема. Поэтому ситуация очень... Вот ты меня просто с границами сбила, да? Вот такая. Теперь, а что нам надо делать все-таки, возвращаясь в Сирию, кроме военного плана? Я считаю, что вот этот план создания единого командования сирийской армии и сирийских курдов при нашем активном участии советников, инструкторов и, возможно, двух-трех эскадрильей штурмовиков Су-125 и Су-24 решил, если эта коллекция возьмет Ракку, я думаю, Бараку Обаму придется выпить какой-нибудь сильнейший, успокаивающий, после которого может он ввести себя. Это будет оглушительная победа наша на Ближнем Востоке. Это надо сделать. А теперь, а как привлечь их союзников еще? Ну, вот очевидно, что изменения должны коснуться властных структур со временем. Ну, не большая, не вечная, конечно, в счете. Форму надо какую-то выработать. Я хотел бы напомнить, что в соседнем Ливане гражданская война сло 1975-1990 год, 15 лет. И она носилась сугубо этно-религиозный характер. На проще говоря, христиане воевали с мусульманами. Кстати, западный Бейрук, где живут христиане, вообще-то штурмовали сирийская армия. Так мусульмане не могли взять. Это так, между прочим. Хафизаса тут. Мы не будем в это углубляться. А христианам, кстати, помогал Израиль. Господин, что он лично там участвовал. Ну, не будем опять в это углубляться. Значит, да. Но намекнем. Но мало чего было интересного, да. Ну, возвращаясь к современности. Значит, и как там был достигнут мир? Были так называемые таифские мирные соглашения. Нет, таиф от города Саудовской Аравии. Где сказать, так, ребят, у вас устная договоренность, когда французы уходили. Есть кому какие места принадлежат? А теперь письменно, в Конституцию, в Бейте, что у вас 18, это на религиозный групп. Все они имеют право на поведение политических деятелей. Там нет палестинцев, там нет курдов. А вот эти имеют право. И у вас теперь будет, как и раньше, договоренность с устной, только письменно. Президент Маранит, премьер-министр Сунит, представитель парламента Шиит, это сейчас Найберри, он занимается уже много лет, а лидер Амаль, это не Хазбалла, Амаль. Ну, в общем, там от контакта, конечно, отношения есть соответствующие. Если мы говорим, давайте сделаем это в Сирии, в Сирии труднее сделать, особенно на этом фоне. Но это надо делать. Почему в Сирии труднее? Ну, в Ливане все знали этих сток, этих сток, этих сток. В Сирии никто не знает, кого столько. Потому что берешь официальную перепись, я покритикую немножко сирийского руководства, тоже там они на костыляле своем надо исправить. Официальную перепись 2009 года, если не ошибаюсь, чуть больше 27 миллионов человек. Только четыре национальности есть. Арабы, курды, армяне и черкесы. Арабы, естественно, где-то там, я не помню сколько, 80%, например, 80%, то есть большинство. То есть оловиты, исмаилиты и бедуины из сирийской пустыни, это один и тот же народ, да? И сиро-яковиты, христиане, тоже один и тот же народ. Но такого же не может быть, да? Это абсурд, да? Значит, затем идут, значит, по численности курды 7%, хотя курды, наверное, 10%, кстати, похоже на это правда. Потом армяне где-то 3%, что составляет где-то там 700 тысяч человек. Хотя армянская апостольская церковь говорит, да нет, нас 80 тысяч. Почему? А эти как? А протестанты, а католики? А вообще вот человек говорит, что вообще-то он армянин. А он говорит, да нет, он, ну и так далее, да? Черкесов где-то 100 тысяч человек. И все, все. И в этом все хорошо, да? 90% мусульмане, то есть оловиты, суниты, шииты, исмаилиты, друзы, это все мусульмане. Хотя между ними различие фантастическое. А 10% только христиан. И больше никого нет. Вот сейчас, на сегодняшний день, если мы хотим, значит, нужно менять систему власти. Да, пусть будет президент Малавит, тот же Баша Рассет, но премьер-министром должен быть не просто сунит, а, скажем, президентская власть должна часть своей власти отдать премьер-министру и председателю парламента. И премьер-министр должен менее быть зависим от президента, как и председатель парламента. Нечто подобное, как в ливанском варианте, там сложная система, но это ее надо делать. И тогда премьер-министр сунит будет обладать большой властью, и это может привлекать многих сунитов к этому плану. А представителем парламента, я считаю, было бы правильно, если бы был представитель антиохийской православной церкви. То есть глава парламента Сирии был бы христианин. А их до начала войны, антиохийская церковь православная, было больше миллиона человек. Я думаю, это правильно. Мы сейчас должны прерваться на новости, а я, не знаю, передо мной сложный этический вопрос, я его решу сейчас с Семеном Аркадьевичем, там просто произошла одна история, Семен Аркадьевич не хочет, чтобы я об этом говорил. А я считаю, что она выходит за рамки вечного чувства Семена Аркадьевича, потому что недопустимо. А в принципе недопустимо как класс. Полный контакт с Владимиром Соловьёвым и Анной Шафран. Очень я как-то... Короче говоря, на съёмках передачи очень уважаемого мной коллеги, моего близкого приятеля Романа Бабаяна. Произошла следующая ситуация. Возникла после уже съёмки обиженный младший Джемаль попытался ударить Семена Аркадьевича, между которыми существенная разница в возрасте, напомню. Семен Аркадьевич гораздо старше. Ну, Семен Аркадьевич за себя постоял. Володь, если бы мне сказали, что, знаешь, пойдём выйдем, я бы хоть седьмой десяток, я вышел бы. Но когда ты проходишь, и ты ему против человека, и вдруг просто удар. Вот ты представляешь, что это такое, да? И потом повисает 150 кг туши над тебе, и чтобы ты ему не ответил. Ну, слава Богу, голова свободная как-то была. Но сам же факт не в этом. Ты понимаешь, в чём дело, да? Это безобразие показывает умственную отсталость этого человека, да? Ну, и почему меня всегда возмущает? Я честно, откровенно сказал, когда он и его отец прекратит, в общем-то, говорит вещи, несовместимые с нашим пониманием, ну, добра и зла, по сути, выступая в защиту исламского государства, его отец особенно этим старается, а он, значит, ну, он всячески стал под сомнением, что, да что, кто такой башрас? Ну, я не хочу в тематику. Нет, спорьте сколько угодно, но когда речь доходит до рукоприкладства, это совершенно неприемлемо, это подрывает... Ну, если умственные способности не маленькие, ну, что делать с человеком? Я разберусь. В стране это неприемлемо. Не приемлемо решать вот такие вопросы кулаками. Так, продолжайте беседу. Сейчас должен вернуть один звонок. Тут пишут, Семен Аркадьевич, вам много сообщений. По-прежнему ждут от вас книги. Книгу пишу. Книга про что будет? Книга будет по Ближний Восток, про многие такие вот, в общем-то, вопросы. Ну, закрывая тему, я не хотел, конечно, что ее поднимали. Я, конечно, разберусь с этим случаем. Я не из тех людей, которые такие вещи забывают. Нет, просто этот 30-ти или 35-ти летний, 150-килограммовый Боров, нажатый, мог бы иметь удар чуть посильнее. Я думаю, если ты меня ударил, то было сильнее. Да ну это позорище полное. Посмотришь на это, физиономия небритая. Ну, понимаешь, эти люди, понимаешь, у меня что из... Они люди живут в России, где запрещена исламская государство и радикализм и всячески защищают устои этих радикальных экстремистских организаций. И самое странное, наши некоторые СМИ их допускают и считают это нормальным. Так позвоните, уважаемые, у нас Верховным Судом запрещены эти организации. Зачем же вы выступаете в их защиту и дискредитируете всячески тех, кого называют союзником России? Мне это непонятно, не они действуют, а действия наших федеральных СМИ. Ты можешь мне объяснить? Нет. Зачем пропагандировать это? Ты можешь мне объяснить? Мы не пропагандируем. Ну, если это вот так обстоят дела. К нашему федеральному СМИ претензии есть? Нет, к вашему нет. Пуговицы пришиты. Пришиты намертво. Да. Поэтому это самое. Что касается... Ну, это такая мелочь, понимаешь, не стоит на это обращать внимание. Я разберусь. У меня с памяти все хорошо. Слава богу. Не болтовней занимался, как эти два чудика, старший и младший. А слава богу, конкретными делами. Конкретно ответим. Кулаки не распускать. Ну, это да. Кстати, конечно, я понимаю, что вас интересует мнение Семена Аркадьевича о том, что сейчас происходит заседание ДКБ в Таджикистане. На следующей неделе мы обязательно об этом очень подробно поговорим. Но у меня отношение к этому очень жесткое. Я считаю, что угроза, которая от исламского государства настолько велика, что, я думаю, нам придется укреплять границы содружества ДКБ. У нас просто другого варианта, иначе не будет. Ну, вот Семен Аркадьевич начал говорить о проблемах, которые же сейчас на границе Армении с Турцией. Мы все понимаем, что происходит в Таджикистане. Мы хорошо понимаем, что может произойти в любой момент. И в Узбекистане, и Казахстане, и Кыргызстане. Ну, там все понятно. Я в свое время, будучи депутатом Государственной Думы в 5-м Созере, предложил законопроект. Суть его такая. Какие бы отношения у нас с кем бы ни были на постсоветском пространстве, если в той или иной стране возникает угроза военных действий, а, соответственно, угроза беженцев, террористов и так далее, то мы вводим с этой стороны жесткий визовой режим. Но это нормальное явление. А как иначе? Что, это должно оставаться открытой границей, ему должны принимать беженцы, а среди них террористов, экстремистов и бог знает кого. Но, к сожалению, этот законопроект, по понятным всем причинам, кто знает, как принимаются законы в Госдуме, он не прошел. Вот он не прошел. Ну, вот есть то, что есть. Нам, конечно, нужно думать об этом. Ситуация в мире такая, что мы не огородимся огромной стеной, да, просто так. Но надо как-то постараться, чтобы минимальные были потери от подобных явлений, да. Но они как бы есть. Вот никуда от этого не денешься. Но мы четко должны понимать, что опасность исходит из Южного Кавказа, из Центральной Азии, и внутри России. Все это есть. Я излагал, Владимир, в этой студии полный план, что надо делать на Ближнем Востоке, что надо делать в Центральной Азии, в том числе на Афган-Таджирской границе, что надо делать внутри страны. Вот этот комплекс, кто-то его должен разработать. Кто-то его должен разработать. Я не знаю кто, в Сайд Безопасности или еще кто-то. Но он должен существовать, он должен быть реальным. И когда мы говорим, а что делать в Сирии, он тоже должен в комплекс этот вопрос. Не просто, а давайте все возложим, и там советники и инструктора все решат. Сколько лет? Три года постоянно говоришь о том, что надо делать в Сирии. Ну просто, постоянно. Вот сколько мы передач на эту тему провели. Ну никуда не деться. Ну вот логика развития современных международных отношений, и те угрозы, которые есть, ну не дают возможности избегать этих тем. Ну мы не можем притвориться, что нас ничего в мире не касается. Это близорукость, которая закончится пожаром в собственном доме. Абсолютно верно. Это так оно и, в общем, к этому, к сожалению, идет. И поэтому меня всегда удивляют люди, которые говорят, да не надо Сирии ничего пока, не надо никого подправлять, да не надо ничего там делать. Слушайте, ребят, лучше врага уничтожить на чужой территории, извините меня за откровенность, чем допустить, чтобы этот враг пришел к нам. Если мы на полном серьезе говорим о несколько тысячах, я даже не хочу называть разные цифры, присутствия на этой территории наших граждан и граждан постсоветского процесса, можно их там уничтожить? И надо ждать, да, террористы. Я просто понимаю, сейчас либералы же подумали, вот сейчас Багдасару говорит о российских военнослужащих. Нет, это речь идет о террористах с российскими паспорта. Речь идет о гражданах Российской Федерации, гражданах государств, которые у нас нет визового режима, государств Центральной Азии, в Существе Туркмении, там визовой режим, и государств Южного Кавказа. И мы должны уничтожать радикальных террористов там. Не надо ждать, когда они вернутся. Там. Отдельная программа должна существовать, кстати, по борьбе с исламским государством в Ираке в контексте последних событий. Знаешь, что там сейчас происходит? С мая месяца иракским курдам Пешмерга Запад прекратил поставки вооружения и боеприпасов. Потому что там сейчас идет процесс, а кто будет президентом Иракского государства, а американцы хотят, чтобы был Масуд Барзани, иранцы, то все начать. И прекратилась, прекратилась, и борьба с исламским государством научит локальный характер, да? Я всегда говорю, ну, слушайте, это вообще к нам близко. 320 километров армяно-турецкой границы, которую охраняют наши пограничники. Может быть, нам активнее поучаствовать и в помощи Пешмерга иракским курдам, да? Ну, подождите, до мая месяца Германия, Чехия, Словакия, а далекая Австралия помогали им, да? Сейчас них нет, да? Значит, об Израиле я уже сказал, они там работают очень активно. А почему нам не помочь? Тем более, это, ну, я не хочу повторяться, но это демократическая партия иракских курдам, многие другие курдские организации создавались при помощи нас, это наши люди. У нас Мустафа Барзани какой след оставил, наш офицер был, его сын сейчас там и так далее. Дай бог, чтобы он еще на один срок остался, при всем том, что американцы его поддерживают. Кстати, Израиль тоже очень активно его поддерживает. С Барзанинскими курдами у них очень хорошее отношение, да? Давайте поможем. Они сейчас жалуются, нам Германия поставила противотанковый ракетный корпус «Милан». Но этих «Миланов» всего несколько штук, а активно против них бронетехнику и груженные взрывчаткой грузовики используют исламские государства. Они должны их подбивать, да? Их не хватает. Да у нас склады забиты малютками, фаготами, я называю устаревшие, на самом деле, советские системы противотанковые комплексы. Почему нам не поставить-то несколько тысяч и не обучить их? Можно это сделать? Или нет? Ну, почему бы нет? Почему в этом активно должен на иракском ТВД участвовать Иран? Ну, знаете, как интересно, ведь Израиль, де-факто, сейчас выступает с Россией союзником по тому, что происходит в Сирии, позиции России очень близки. Я бы... Крамольный месяц, можешь сказать? Конечно. Я бы договорился с израильтянами, я бы сказал, ребята, вы не любите Хазбалуи, понятно, никто вас не собирает внушать любовь к Хазбале, да? Это как бы понятно. Вы не любите Иран? Да ради бога и не любите, да? Давайте вместе что-нибудь придумаем по уничтожению Исламского государства совместно. А я не верен, что такие... Вам не надо... Можно через нас это делать? Я просто смотрю, что было заявление очень интересного министра обороны Израиля, который сказал, а нас вообще не смущает российская активность в Сирии? Мы, говорят, у нас в России отличное отношение. Иран нас смущает. А Сирия не смущает. Возьми такой вот момент. Вот в этом ополчении Силы Народной Самообороны есть 20 тысяч христиан. Не силий, а Иран смущает. 20 тысяч христиан. Знаешь, кто их готовит? Хазбалла. Ах, скажи, а мы можем христиан подготовить? Ну, вроде бы, это более чем разумно. Более чем разумно. Нам надо брать многие функции на себя, выдвигая при этом определенные условия сирийскому правительству. Не просто, давай поможем, а там мы как... Выдвигая политические условия, многие другие... Речь не идет, упаси бог, там, о сдаче, противное слово говорить. Нет, но брать на себя многие элементы безактивного в участии наших регулярных вооруженных сил. Советники, инструкторы, авиация какая-то. Это все надо делать. И это можно, можно. Не надо бояться, что там мы с азаритянами что-то. Есть враг. Не надо бояться человека с ружьем, если человек твой друг. А вот если твой враг, то начинаете думать. Итак, вы слышали Семена Аркадьевича Багдасарова, который наконец вернулся из долгой рабочей командировки. Очень рада вас снова увидеть в студии. Продолжайте слушать Вести ФМ, и вы будете всегда в курсе событий. Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Субтитры создавал DimaTorzok